Всем добрый день и рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня вновь я с вами. Наконец я дома, в более спокойном состоянии, чем находилась до операции. Очень долго я морально готовилась, еще за год у меня было задумано, чтобы именно прооперироваться в период весны, когда еще не отключено отопление и на улице уже тепло, чтобы именно в этот промежуток. В прошлом году запланировано было съездить с Анастасией в Омск на обследование. Они съездили и вот в этом году, спустя год, у меня опять на весну была запланирована операция. В общем, все у меня уже самое, надеюсь, позади такое, самые такие процессы, то есть это операция. Теперь уже будем ждать, когда затянется шов, вернее, что совсем уже все зарастет. И хочется мне показать свои рукодельные какие-то штучки, которые я сделала до больницы и во время нахождения в больнице, в общем, послеоперационный период. Первое, что хочется показать, это картина Репина приплыли. В общем, это год козла, год козы. Я решила вырезать такую, у меня раньше была здесь лошадь, а теперь я убрала. И вот так, как мне нравится, именно без фона, вот это вот вырезанное что-либо, я сделала вот так и висит оно у меня в комнате. Вот, если рассмотреть поближе, вот здесь вот коза, здесь, как, наверное, это раз японская, это японская, китайская, что ли, это все иероглифы. Поэтому иероглифами я не увлекаюсь, не знаю, что они обозначают. Вот, следующее, это я довырезала в больнице, у меня начато было дома, и вот пока еще не определила, куда такую козочку оформить, что из нее взяла. Говорю, хотя бы там что-то, штришки какие-то сделаю более сложные. И так получилось, что, в общем, доделала ее там очень быстро, видимо, вот пока лежала до операции, два дня, нервы были уже на пределе, и сидела, вот я вырезалочками занималась, довырезала, в общем, козочку, вырезала двух вот таких замечательных овечек. Это у меня в файлике она вставлена, и вот выглядит без файла. У нее ушко, так интересно, вот так вот отогнуто, и как будто она с таким ушком. Ну, вообще-то я взяла ее из открытки, что оформляются открытки хендмейт, и, может быть, не так что-то называю, но пока им я не увлекаюсь. Тоже очень нравится. Ну, вот такую овечку я взяла именно оттуда, из открытки. Это из вырезалок мои законченные уже работы, и начато было год назад, вышивка такой вот иконки. Закончила я уже несколько дорожек дома, так как в больнице у меня не хватило бисера. Закончился один, закончился второй. Из дому подобрать мне, конечно, они не могли, не знают, где у меня что. Поэтому закончила уже дома. Вот это вот святой ангел-хранитель. Сначала начала она как-то ее перекосило, но вроде сейчас выправилась. Вот поближе, если посмотреть. Не особо я, конечно, мастер вышивать бисером. Возможно, и есть какие-то погрешности. Следующее. Это у меня был давно уже тоже куплен вот такой вот ангелочек из Кусница. Здесь уже готовые нитки, и нужно было вышивать по конве. Это для меня тяжеловатая работа, конечно, высчитывать вот это вот все, но сделала я это, пока лежала. В общем, такой вот ангелочек теперь у меня будет. Все уже здесь вот, не знаю, как называется. Вот это вот, когда поверху шьют, еще прошивают вот эти вот все мелкие. И еще там были вот здесь вот такие. Нужно было вышить голубеньким, как, не знаю, как камушки, что ли, или звездочки на голове у ангелочка. Как вот, на ободочке. А я не доделала еще. Я хочу ее сделать из бисера вышить. В общем, вот здесь вот нашить бисер голубенький. Еще не подбирала. Пока еще как-то нет времени. Ну вот, всем я своим поделилась. Тем, что у меня накопилось. Все недоделки или то, что я сделала вновь. Спасибо всем за внимание. До новой встречи. Пока-пока.